Обновленная московская набережная в Чебоксарах давно стала центром притяжения для людей, любящих отдыхать активно и с пользой для здоровья. Какими видами спорта предпочитают заниматься горожане по утрам, выясняла наша съемочная группа. Велодорожки, открытые спортплощадки с турниками и волейбольные зоны доступны всегда. Сюда приходят, чтобы позаниматься скандинавской ходьбой, бегом, йогой, прокатиться на велосипеде или на роликах. Многие начинают свое утро именно здесь. Мы каждое утро с супругом месяцей Николаевны ходим здесь по заливу, не грех не ходить. Сознаны такие условия. Это как бесплатный стадион. Это как у нас семейный спорт называется. В то же время мы проводим уже рабочие планерки, обсуждаем все наши дела, потому что часто бывает, что времени на это не хватает, а тут и приятно и полезно. На самом деле такое утро нам много дает позитивного для жизни. И, конечно же, я всем рекомендую начинать утро именно так. Мы в восхищении этими дорожками и восхищении этой набережной. И, конечно же, здесь сейчас тоже наши много друзей приходят. И мы встречаемся каждое утро, здороваемся, заряжаем друг другу энергией, позитивом, хорошим настроением. Вот эта дорога, которую в этом году построили, мы это ждали 30 лет. Без малого 30 лет. На самом деле, со времен советской власти практически здесь ничего не было построено, уже все заброшено. И большую благодарность, на самом деле, мы хотели бы выразить не от себя лично, а от всех спортсменов. То есть главе Чувашской республики Игнатия Михайловича Васильевича, который, на самом деле, конечно, каждый день с нами катается. Вот, на самом деле, это счастье на фолболге. Глава Чувашии также начинает свое утро с тренировки на московской набережной. Чаще всего его можно увидеть на велосипеде, а в последнее время глава региона перешел на лыжероллеры. Здорово, в деле, здоровый дух. Слава любителям спорта Чувашии. Ура! Такой комфортной набережной стало совсем недавно. В 2016 году началась ее реконструкция. Программа по благоустройству включает четыре этапа. До 1 ноября 1900 метров еще должна заработать. Деньги все выделены, они не осваивают. Отлично. Конституционный контракт подписан, соответственно. Мне в прошлый раз говорят, что мы не финансируем. Финансирование все открыто. Бюджетные вложенные деньги должны давать результат. Это долголетие, это здоровье каждого человека, любого человека. Одно из самых любимых мест на набережной – родник. Его благоустройством занимались активные чебоксарцы. Это чудесное место для себя я открыл уже очень давно, больше 15 лет. Я хожу сюда, на этот родник. Сперва я приходил, приносил с собой сам три ведра. Потом начали подтягиваться люди. Это место, мы к нему относимся с любовью. Стараемся его тоже благоустраивать, чистить мусор. Летом к роднику даже выстраивается очередь. После обливаний чувствуешь себя воодушевленно. Усталость уходит, появляется радость. День начат с обливания или с купания в купеле. Играет другими красками. А мы здесь еще и бегаем. Мы здесь бегаем по утрам. У нас группа бегающих предпринимателей. Мы бегаем по вторникам и пятницам. Встречаемся в 6.15 у мужского монастыря. Так что любой желающий может прийти, присоединиться, побегать с нами. Может потом облиться. И таких, как Евгений, в Чувашии становится все больше. Свою счастье на Волге нашли уже тысячи чебоксарцев. И это далеко не предел. Галина Титарчук, Бахтияр Велиев, Андрей Шоклев, Республика.